здравствуйте товарищи меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кип-поп мой спонсор корейс дима заказал мне замечательную песню ну не то чтобы замечательную прям песни с которой у меня очень сложное отношение песня называется crazy группа фон минут мне до crazy все песни фон минут ну почти большая часть нравились даже весьма некоторые прям до безумия нравились например volum up когда вышла crazy я сказал ой что это со временем конечно с этой пятой песни привык на ощутился ценить ее какие-то положительные черты неположительные все так и нельзя оценил но в любом случае у меня недавно был стрим на нем не корейс дима знатил много денег в итоге заказал мне эту песню потому что так можно сделать за найти так много что аж на целый заказ попасть с моей стороны соответственно вот давайте отреагируем послушаем и поймем что же такого в этой песне это 2015 год удачу возьми так давно это было собственно говоря альбом помню так назывался crazy 321 поехали есть называется называется начинается безумно энергично агрессивно крау темно тут крутейшая прям крау и у меня все в ушах аж гремит мне очень понравилось сначала она прям бодрые караул опять же вокал девчонки здесь хороший по стилю этот рэп так называемый я тогда не знал что это трэп я просто думал это что такое как обычно очень возвышенное очень крутое у фами нет смотри какой шикарный разгон очень бодрый караул тут должно случиться сейчас такое у такой огонь должен быть звон разбитого стекла и песня замедляется причем заметно замедляется на фоне играют эти странные синты духовые линдов в этом знаю что это такое честно говоря идет рэп справедливости ради не такой анти-дроп как это сейчас делают иногда но все равно мне это свое время подразочаровала хотя сейчас если слушать идеально это нормально звучит целом сама песня слишком безумная слишком бодрая чтобы сильно реагировать на этот понижающие напряжение куплет о припев разумеется в остальном песни на секунду не продыхает не дает продохнуть скажем так но разгон здесь самое лучше пожалуй что есть принципе это же хороший эффект просто чисто визуально но этот прием который использовался еще в списке шейдлера когда у вас вся картинка черно-белый этот какой-то элемент цветной там была девушка в красном пальтишке бегала ух и опять разбивается стекло кино очень хитро смотрит вот так она поет все а из его это из крэйзи по буквам ну в принципе опять же к этой песни я по трюк в итоге на учился цене я даже сказал такой забавный иностранный бридж и и опять же даже в местном бридже есть что-то типа разгона слышите но все-таки понижение темпа есть есть в этом моменте совершенно пони что творилось творится все еще когда-то я смотрел когда-то я смотрел такого замечательного обзорчика мрдж кей-поп майкл джонсон помда майкл джонсон поэтому он мрдж давно снимает и про него несколько раз говорил в общем это был единственный реакционер который в то время по крайней мере который не просто восхищался виджал по любому поводу а вот именно реагировал и как-то комментировал то что происходит он сам еще музыкант сам по себе поэтому него конечно получалось гораздо лучше у меня примеру и вот в этом моменте я запомнил навсегда и поржал очень сильные после этого смотрел еще больше когда вот звучание разбитого стекла он такой просто идеальный звук вот таким звуком разбились мои надежды на то что песня будет хорошей и у меня было ощущение примерно такое же по первому второму третьему четвертому прослушиванию повторюсь к этой песне в итоге привык могу его слушать без ужаса и даже наслаждаться особенно некоторыми моментами не все равно еще не нравится этот стиль трэп музыкальности не он не нравится направление мне не особо нравится как это звучит мне раздражает то что такая музыка которая прям супер бодрая это мне тоже потом не нравилось например в некоторых во многих песнях black pink когда у вас идет такой приятный очень красивый куплет потом офигенный бодрый разгон ну black pink он еще чудовищно мелодично здесь скорее более агрессивный это принципе идея музыки очень хорошо подходит а после этого внезапно ни с того ни сего бумс и все замедляется ну прям заметно замедляется потому что сами видели с разгоном это не сравнится абсолютно что этой песне можно в плюс отнести это то что если отдельно взять этот самый припев то в принципе он может показаться хорош хорошим классным энергичным просто он не энергичным по сравнению с остальной песней второе это разумеется прикольно хореографическая агрессивная опять же замечательный рэп который здесь он и выдает это я у него всегда люблю они тут так лидится ух корчат прямо мы не горюй и в целом она не на секунду как бы не даете продохнуть она вроде немножко дает расслабиться особенно моменты своих припевов но настолько сильно чтобы вы просто махнули рукой все слава богу вот давайте слушаем послушаем еще раз либо насладимся либо уже сниматься как получится 3 2 1 поехали кора он агрессивная конечно с искажением звука такая хорошее сочетание это слышите на фоне еще по моему пальцевская сирена да или что-то типа того играет есть большой любви инструментов на фоне звучит и они сочетаются неплохо ну правда для этого жанра уж больно великолепен здесь прихо rolls если бы после этого было что-то еще более динамичные хотя бы настолько динамичные корчина на балдел и читал то песню одну из лучших хореографии дискографии простите хореографии дискографии for me нет не сложилось тем не менее надеюсь очень-очень агрессивный звук вот этот духовой не духовой не понимаю такой диссонирующий очень забавно что здесь свет иногда промелькивает когда идет освещение в этой красные гортики кстати не у всех здесь есть как будто бы свой цветной кусочек зато вот такой клёвый эффект он прям классный еще и при движении камеры вообще хорошо но клип конечно попалась а понятно здесь у нас были губы до цветные окей почему бы не это меч что-то напомнило только не понимаю что в то время сейчас я не уверен что вспомню но в то время что-то это напоминало причем зверски но я забыл а а а а что творится на фоне что творится на фоне чет возьму я офигеваю вот такая песня после нее появилась у помнит еще песня хэйт который мне нравится побольше хотя не уверен нужно будет ее как-нибудь потом переслушать может быть тот не закажет на самом деле хэйт и вообще у фоне настолько много хороших песен и как минимум интересных песен которые интересны для анализа какого-никакого для кого-то рассказа что просто заказывать не перезаказывать товарищи если есть фанаты фоминит если при этом у вас есть возможность меня поддержать на бусти или заказать не через тиньков то пожалуйста не стесняйтесь мне это будет приятно отреагировать на замечательную группу фоминит которая конечно давно не существует зато 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 наследство сказать от нее осталось вот спасибо еще раз скорее судиме за поддержку на моих стримах вас тоже призабываю призабываю призывая присоединяться и у нас скоро наверняка будет стрим потому что уже почти 52 тысячи человек на моем канале я уже не надеялся что случится так быстро но спасибо string kids спасибо там чимину кто у нас как-то так бум и подлетела плюс 500 буквально за несколько дней прибежало людей меньше чем за неделю скажем так вот короче такая песня такая группа такой корей с димой которым спасибо чимку а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok